Случилось, я вам скажу, что случилось. Команда, забив три мяча, перестала играть так, как мы договаривались. То есть начали играть расхлябанно. Я, может быть, сделав две замены, и те игроки, которые вышли, Рома Локтионов и Эрнест Астахов, они не вошли в игру. Я так считаю, я так считаю. И поэтому, вследствие чего, мы пропустили этот нелепый первый мяч, когда Задерецкий возле штрафной площадки начал обыгрывать игрока, что непозволительно. И второй мяч, вследствие грубейшей ошибки Малиновского и стандарты, когда уже Астахов бежал в подкате, отбирал мяч, сработал нечисто, и соперник нам со штрафного забил второй мяч. Вот и игра была сломана, пошла нервозность, неуверенность. Не нашлось в эту минуту на поле лидера, который своими правильными действиями заведет партнеров. И вот так мы валидольно доработали этот матч, блядь, со счетом 3-2. Могли и мог и третий где-то залететь. Не, мог и третий залететь, и мог и четвертый залететь. Мы могли тоже там 3-5 забить. То есть я уже... Но это футбол, игра ошибок, поэтому для меня самое главное, что мы перестали выполнять установку и играли неправильно. Я просил футболистов немножко о другом. Я просил при счете там 2-3-0 отойти на свою половину, вытянуть соперника и проводить быстрые атаки. Этого не произошло. Мы начали подолгу контролировать мяч сзади, делали это расхлябанно. Все моменты, которые создал Никополь, это следствие наших грубейших ошибок. Скажите, пожалуйста, вопрос по пенальти. Было ли предусмотрено, кто будет бить в случае назначения пенальти? Либо же это импульсивное было решение в момент игры, что пробил Артем Козлов. Мне показалось достаточно неуверенно, он это сделал. Ну, мы перед первой игрой на выезде с Миром Горностаевкой договаривали, что в той игре, если будет пенальти, будет пробивать Черниль. В этой игре мы этот момент упустили. Но я все-таки, как и с Костей разговаривал, и перед этим общались. Ну, он лучший бомбардир, и я искренне хочу, чтобы он все-таки им стал. Поэтому я думал, что все-таки, если будет 11-метровый удар, будет пробивать Черниль. О чем они там договорились с Козловым, мне уже было неудобно, честно, передергивать, потому что, если бы я крикнул, оставь мяч Черниль, Черниль бы не забил бы, потом бы сказали, что сбил тренер игрока или что. Поэтому Козлов вроде как бы его и заработал, этот пенальти, когда пробил, попал игроку в руки. Но, конечно же, не забив пенальти в начале игры, все равно было нервозно. Да, были моменты, все, но если бы мы забили раньше, было бы немножко полегче, и как-то было бы, футболисты были более раскрепощены. Поэтому я сказал, что, знаете как, это не мы там плохо сыграли или хорошо сыграли, ни капалькоманда, над которой ничего не давлеет. Они выходят, играют в свой футбол. Получится, не получится. У нас просто висит большой груз ответственности. Но это в моем. Я ни в коем случае не оправдываюсь и не оправдываю действия наших игроков на поле. Хотя должны были сегодня довести игру, скажем, в спокойном русле, со счетом 4-5-0, ну, к примеру. Ну, по идее, так должно было быть. Создав столько моментов и не забил. Ну, я же повторюсь, что счастье, что закончили 3-2, могли еще и не выиграть эту игру по большому счету. Так что я же предупредил ребят перед игрой, что Полесье Житомир вчера сыграла с командой Буковина, которая занимает 10-е место, и проиграла. Поэтому давайте будем учиться на чужих ошибках, а не на своих.